Обычно праздник Рождества Христова совмещается с Новым Годом. И полагаю, что это очень хорошее сочетание, поскольку действительно Рождеством Христовым начинается новая эра, новая эра в человечестве. Причём начинается таким образом, как не так, как начинали все другие события в истории в этот день. Вообще нечто странное. С одной стороны, христианство говорит, что произошло воплощение Бога Слова, Слова, Логоса, Сына Божьего. Мы представляем себе, что происходит во дворцах и хоромах, когда рождается кто-то великий, Божьего! Какие торжества, какие веселья! Пушки, колокола, фейерверки, всё на свете! Здесь мы никак не можем понять. Не нашлось даже места, где бы произошло это событие. Какой-то хлеб, где стояла скотина, навоз, грязь. Но нашли уголочек какой-то, где рождается... Рождается кто? Творец мира и Его Спаситель! Вот знаете, на что хотелось бы обратить внимание? Ничего случайного в жизни не бывает с христианской точки зрения. И этот сам факт рождения Христа, рождение Христа в таких условиях, в такой нищете, в такой, если хотите, ну, просто грязи даже, говорит о чём? О состоянии человечества всего и состоянии каждой души человеческой, в которой, в которой бы должен родиться Христос. Это не какая-то случайность! Неужели он не мог Господь устроить так, чтобы родился вообще во дворце в каком угодно? Нет! Здесь, здесь, чтобы показать, вот куда пришёл и вот для чего пришёл. И второй есть момент интересный, о котором как раз Евангелие говорит. Вдруг какие-то там, где-то такое, иностранцы, видимо, вдруг узнали, появилась звезда. С этой звездой идут, чтобы поприветствовать чтобы поклониться, чтобы принести дары какому-то кому. Видимо, знали они, что должен быть Спаситель мира, иначе не пошли бы. Не даром и до сих пор, ведь у нас, мы часто говорим, говорим, что звезда, которая указывает путь человеку, звезда его счастья. И вот в данном случае, в данном случае, о чём же она говорит? Она говорит не только о том, и это, конечно, прежде всего, что вот она звезда, вот оно пришло счастье, вот оно пришло избавление, вот пришло исцеление и спасение, вот оно где? Эта небесная звезда свидетельствует, но и говорит о другом, чрезвычайно важном. Опять приходится обращать внимание о каждом человеке. У каждого ведь человека есть, скажем, своя звезда. Верно. То есть это что такое? Промус Божий. Над каждым человеком. Что и такое промус Божий? Это вовсе не рок, которому подчинён человек и его жизнь. Рок бессмысленный, неразумный, беспощадный. Совершенно, да. Там нет любви. Бездушный, конечно. Конечно, да. Это говорит о воле Божией. Какая это воля? Над каждым человеком благая. Ибо Бог есть любовь. И мы видим, что происходит. Тот человек, который действительно ищет смысл жизни, ищет истины, ищет действительно узнать, есть ли Бог или нет Бога. Если Он есть, то каков Он? Ведь представление о Боге и Богах сколько угодно. Ищущий человек обязательно найдёт путь. Звезда будет ему указующей и открывающей этот смысл жизни, приведёт его в конечном счёте. Ибо кто ищет, тот найдёт. Как Христос заговорил, ищите и обрящите, стучите, откроет вам. У каждого человека есть эта звезда. И как важно человеку вовремя обратиться к себе, задуматься о смысле своей жизни, поискать эту истину, поискать объективно, беспристрастно. Кстати, христианство отвергает любое принуждение в вопросе смысла жизни и его поиска. Христианство отвергает свободу человеческой личности. Есть ещё дивные слова в тропаре Роденства Христова – «звездам служащие звездой учахуся». Когда речь идёт о звездочётах, то потреблено греческое слово «латрия», «латревандос». То есть «латрия» – это слово, которое имеет в виду очень специфическое служение. Есть и в греческом языке разные слова, касающиеся темы служения. Есть «диакония». Это вот такое. То есть можно вот… Человек принёс чай. Это служение тоже. Он послужил нам. А есть служение как Богу. И вот слово «латрия» означает именно служение как Богу. И отношение древних людей, язычников, к их идолам тоже обозначалось этим словом «латрия». А потом уже отцы Седьмого Вселенского Собора, они также употребив это слово, они разделили. «латрия», то есть это служение, которое прилично Богу, а иконам мы поклоняемся. Вот такое разделение. То есть люди, которые воспринимали звёзды как божество, они были научены самой звездой поклоняться истинному Богу, Иисусу Христу. Вот тоже такая глубокая идея, которая описана в тропаре праздника. Может быть, стоит обратить внимание на один момент, связанный с сегодняшним праздником Родичства Христова, который также оказывается очень наседательным для каждого человека. Ведь повествуется о том, что в эту ночь пастухи, как обычно, пасли свои стада. Ясна была причина, почему нужно было пасти. Могли волки, могли воры. Так такое, да. Они не спали! Не спали! И вот вдруг они увидели это потрясающее знамение, когда явились ангелы и воспели славу, вышли в Богу! Да, и на земле мир! Опять это же, опять ещё один из интересных моментов, на которые невольно обращаешь внимание. Ведь они же пришли после этого к Христу, поклонились этому младенцу, будучи поражёнными этим небесным явлением. О чём говорит это? О, если бы человек не спал! Мы же буквально спим! Это вот эта суета, работа, всякие, так сказать, вещи, с которыми мы соприкасались в своей жизни, они действительно нас погружают, отвлекают совершенно от Бога! Мы как бы во сне перед лицом Божьим! О, если бы не спали мы! Если бы действительно, как уже мы говорили, они бы искали, старались бы жить по-христиански, по совести, по заповедям, то и мы бы смогли прийти и поклониться Христу! Ибо Христос где? Вы знаете, есть замечательные слова у Исаака Сирина, который в своих словах подвижнических он пишет «Постарайся войти во внутреннюю клеть свою, то есть в сердце, и там увидишь клеть небесную, ибо та, и другая одно и то же». Представьте себе, мы ищем Царство Божие, где оно, поднимаем голову кверху, да, вот оказывается одно и то же, вот где мы можем узреть Христа, постараясь от человека войти туда, но чем? Естественно, правильной жизнью. Иногда людей пугают, что такое праведный, ох, это надо праведный, ни туда, ни сюда. Это правильная просто жизнь и больше ничего, и больше ничего. Правильная жизнь, а правильная какая жизнь? Ну, по совести, и больше, и все, живи по совести, ориентируясь, конечно, на что? Потому что совесть-то у нас часто бывает подожженная, а то и сожженная. Испорченная. Алексей Ильич, а вот знаете, вообще, зачем нужно было Христу воплощаться? Ведь у человека современно может возникнуть такая мысль, ведь неужели нельзя было спасти человека просто так? Мы называем Господа всемогущим, называем Его вседержителем. зачем нужно было приходить Богу на землю, чтобы спасти человека? Ну, если Бог всемогущ, неужели Он не мог какой-то другой способ придумать для избавления человечества от греха? Здесь требуется предварительно объяснить, почему произошло грехопадение человека, что случилось. Потому что ведь мы же говорим, что Христос Спаситель. Да, Спаситель. Отчего же Он пришёл спасать? И можно ли было всемогуществом божественным спасти человека? Спасти откуда-нибудь из тонущего реки? Да, можно. Из огня? Можно. А вопрос – а спасти человека от чего? От его свободной воли? Вот вопрос. Бог дал человеку свободную волю. И вопрос уже тогда приобретает совсем другой характер. Что, спасти от моей свободы? Да я не хочу Бога! И что у меня с Богом? И как же Бог должен быть? Нет паршивец, схватить меня за шиворот и в Царство Божие. Да, а люди воспринимают так. Зачем не Спаситель? Вот именно. Я вроде сам живу неплохо. А вот Зачем не Спаситель? Да, да, да. Вот в чем корень-то заблуждения этого вопроса. Не понимаю, что речь-то идет не о спасении материальном, не о спасении социальном, не о спасении от рабства, от какого-нибудь, от несправедливости. человечество. Человечество на протяжении многих веков впадало постоянно в одни и те же грехи, те же ошибки. Да, Христос это Спаситель от наземной оккупации. Ну, конечно. Христос Спаситель от рабства. Все люди должны быть равными, не должны быть рабов. Потом теология освобождения, социальная какая-то справедливость и так далее. То есть постоянно человечество стремилось заземлить проповедь о Христе, заземлить тему спасения. Вот-вот, именно в этом корень ошибки данного вопроса. Потому что под спасением, разумеет, исключительно характер земного существования человека. Совсем забыли, что человек создан не для мига этой земной жизни. Этот миг дан человеку только для того, чтобы научить его жить. Что это такое научить жить? А то вот сейчас посади меня в Царство Божие, я-то там такой же сделал, еще похуже, чем Адам и Ева. Революция? Революция обязательно сделаю, не меньше. Главная ошибка этого вопроса забыли, как можно меня спасти от моей свободы? Или я свободен? Тогда извините, я сам решу. Если я не свободен, тогда я просто не человек. Просто не человек я. Тогда я просто животный или не знаю кто, животное, которое имеет разум, но не властно распоряжаться своим выбором. В том-то и дело, что человек создан свободным существом. Что значит свободным? В том смысле, что он обладает полнотой, причем неприкосновенной полнотой свободы в выборе добра или зла. Поэтому Христос-то пришел для чего? Не для того, чтобы избавить нас от каких-то из иных невзгод. Тогда он родился императором и все в порядке. И больше ничего не надо. Административный ресурс и все в порядке. Да, и легионы римские. Да, нет! А как же исправить свободу? Что можно сделать, чтобы вдруг человек избрал добро, а не зло? Почему и он, будучи действительно всемогущим, кажется, никогда не использует своего всемогущества? Более того, вплоть до того, что его арестовали, избили, распяли. Свобода человеческая – вот, оказывается, что является предметом, самым основным предметом, причиной, причиной, почему Христос пришёл и воплотился, и таким образом жил в последующей своей человеческой жизни. И это уже вопрос другой – и страдал, и умер, и воскрес. Или чем можно призвать человека? Насилием? Нет. Меня могут заставить что-то делать, но внутри я буду всё равно не согласен. Только любовью можно человека призвать изменить свою жизнь. Вот эта проблема постоянно у нас же в том, как исправить человека. Вот Христос показал, только любовью можно это сделать и никаким другим образом. Знаете, Алексей Ильич, вот сейчас на Западе существует естественно традиция делают вертепы в храмах, особенно накануне праздника Рождества Христова. Это каниполитанская традиция. И вот что, как правило, на этих вертепах, особенно если это большие вертепы, картинки из жизни. И значит здесь человек пасёт овец, там он занимается производством обуви, например. Кто-то другой собирает пшеницу и так далее. То есть маленькая картинка жизни. И где-то в уголке, в центре, но какую-то всего лишь часть этой картины занимает событие Рождества Христова. Получается картина следующая. Да, Спаситель приходит в этот мир, но мир Спасителя не замечает. Всё как было, так оно и идёт. И вот как было, например, 2000 лет назад, так и многие люди и сейчас живут. Они не замечают Спасителя. Да, Спаситель приходит в этот мир, Он Спаситель. Мы даже часто говорим, что Он Спаситель, но мы живём, как будто его нет, как будто он не приходил, как будто мы живём уже не во время от Рождества Христова, не во время, которое мы называем новой эрой, нашей эрой. Получается, что Спаситель до сих пор остаётся какой-то такой неразгаданной тайной для человека, непознанной тайной. Вот в чём проблема. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы открыть Христа? Очень важно, во-первых, хотя бы чисто теоретически объяснить вот тот момент, о котором только сейчас сказали, что Он пришёл ясно не для того, чтобы изменить материальную жизнь людей, социально-экономическую и прочее. Совершенно ясно. А вся суть оказывается в другом. И об этом говорится прямо, что Он оказался спасителем от греха. Что всё то, что мы называем грехом, на самом деле, это есть страдание, это есть мучение. Что такое грех? Грех – это не нарушение того закона, который будто бы Бог дал, а вот я нарушаю, и мне теперь по шапке. Нет, оказывается, а грех – это та рана, которую я сам себе наношу. Чем? А вот злишься на кого-то? Так, кто страдает, он или ты? Я. Ой, как интересно! Завидуешь ему, зеленел весь, кто страдает, ты, он или ты? Я. он об этом не знает, он об этом не знает даже. Да. Оказывается, христианство называют грехом-то. Что? Не то, что я будто бы Господу Богу могу обидеть его Бога, или его не обидишь, а Господь предупреждает человек, человек, не делай этого, ты же себя наказываешь этим, не ходи по гвоздям, не ходи, у тебя же раны будут, вот в чем дело-то. Когда, я помню очень интересный случай из моей жизни, я очень люблю делиться своим духовным опытом, я же духовный человек, да, это было очень давно, с маменькой своей выхожу я зимой, мороз, на улицу, ну, а снаружи дверная ручка железная, и маменька моя любвеобильная говорит, Лешенька, смотри, язычком не прикосись к этой ручке. Вот, ох, маменька! Запретный паосфанат. Да, что же, да, только она отвернулась и слышит вопль на всю улицу, потому что Лешенька уже прилип своим языком к этой ручке. Она же показала? Да, вот именно. И я запомню, вот, оказывается, что такое заповеди Божии. Да, конечно, все ясно просто. Это не угроза, что он мне что-то за это сделает, нет, а я нарушаю что? Законы своей жизни. Очень важный момент. Бог оказывается неизменной любовью. Что бы я ни сделал, самое ужасное, что может только придумать человеческая фантазия, Бог остаётся любовью. Готов, готов прийти ко мне на помощь, чтобы исцелить ту ужасную рану, которую я нанёс себе. Бог – это врач. Вот он, спаситель, врач. Только обратитесь ко мне. Кстати, очень важно здесь отметить, какая разница в этом отношении у нас с индуизмом. Там карма. Это какой закон? Это просто закон. Это не личность, это не Бог. Это безусловный, абсолютный закон бытия. Его нельзя нарушать. Поэтому там там нет в этой идее, в этом мировоззрении, там нет покаяния. У нас Бог – это личное существо. Мы живём действительно по законам, которые отражают его свойства, его бытие. Но мы всегда имеем возможность покаяния. Какое великое благо! Какое бы зло ни совершил, оказывается, я могу покаяться. Первым в рай вошёл кто? Бандит. Да. Бандит. О, с точки не кармы? Когда мы говорим о любви Божией, то мы говорим о чём? О правильной любви. Как замечательно писал… Вот я всё… Мне очень нравится Исаак Сирин, просто строки из его слов. Бог Бог ничего не делает ради возмездия, но всё, что совершает, только глядя на ту пользу, которую принесёт это человеку. Представляете, как замечательно! Только на пользу, а не ради возмездия. Какая действительно глубина христианского понимания Бога? Вот, оказывается, что нам родившийся Христос-то принёс. Это радость внутренняя, которая наполняет душу человека надеждой. Ведь, когда есть безличная карма или какой-то безличный закон, рок, какая может быть надежда, какая может быть радость, какая может быть любовь. А здесь сам воплощённый Бог приходит для того, чтобы спасти человека. То есть, оказывается, человек всё-таки кому-то нужен, он не песчинка в этом океане мироздания, где звёзды, планеты и так далее. Человек оказывается кому-то нужен. И сам Бог приходит ради человека для того, чтобы его спасти. Великая милость Божия. Что же, сегодня праздник Рождества Христова Алексеевич на душе радостно и спасибо, что пришли разделить эту рождественскую радость с нами и со всеми нашими зрителями. Спасибо, Иван Владимирович. Спасибо. Спасибо, Госпож. Спасибо. С праздником всех вас. Всех с праздником. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова